что-то гудит у вас сильно там посмотрите у меня первый раз так это связь такая не знаю а вам видно нет вас нет не видно опять не видно но я хорошо вижу я слышу нормально дело в чем он зашел с вашего где у вас там это просто на нашем которые на листике на моем мире зашел и от вашего имени говорит ну и выставил ролик для с отцом то говорили то я его выставил выставил он все по-хорошему а утром уже там тут разговор пошел другой я сейчас не могу не отвечать ни по телефону никак потому что тут игра идет как у шпионов кто на за кого где как я не могу ничего ответить то я не знаю кто на той стороне у меня вот что первую очередь хотелось сказать вам пока не сказали запишите если можете я буду называть местописание которое вы прочитаете игноти про минутку я ручку забыла сейчас ладно давайте так так записывать я потом эти места насколько память вам позволит постарайтесь кое-что заучить наизусть почти на бумажку себе выпишите это не мои слова первое коринфянам 7 15 до я прочитаю 1 если неверующий хочет развестись пусть разводится брат или сестра таких случаях не связаны к миру призвал нас господь у него дальше идут уже все слова что он говорит он уже начинает угрожать у меня они вот хулиган просто настоящие его маму конечно дальше исайя пророк исайя 57 20 21 стих я коротко прочитаю коротко он горт вы хотите мира не будет мира почему нечестивые как море взволнованное которое не может успокоиться и которого воды выбрасывает тел и грязь нет мира нечестивым говорит бог мой нет мира это бесполезно и говорит я счета сделала и он будет слушать это я уже поняла когда притча 416 запишите притча 4 же псалом 72 до 18 и 20 стих по 20 18 20 72 18 20 первые езры 9 12 земли нас так на там так взять из середины и не ищите мира их писание прям не ищите меру это бесполезно дальше исайя 311 я специально подобрал а беззаконнику горе ибо будет ему возмездие за дела руки его римлянам 1218 римлянам 1218 и римлянам 14 19 потом премудрость соломона вторая глава римлянам 14 19 это стихи это стихи да 14 глава 19 стих а римлянам 12 глава 18 стих перед этим было дальше премудрость соломона вторая глава с 12 по 21 стих это прямо ваше устройство все что они делают как говорят что задумается премудрость это не каноническая книга не не притча премудрость соломона я знаю дальше второе петра 214 214 михея 21 еще два места прича 116 116 да и псалом 35 5 вот я время не буду вас отнимать говорите теперь так иначе вы вот эту беседу записывайте наверно да ну конечно вы ее сохраните но пока вот до мирных времен лучше не выставлять конечно потому что я уже просто боюсь за свою жизнь хороши православные хорошо батюшки учат когда написано даже середиками обращайтесь кротко дабы обратить их и развод возможен только в одном случае прелюбодеяния они обезумели совершенно папы их бог выжигать будет что они делают мы за вас молимся все они вам ничего не могут сделать аси христос они тоже так говорят мы за тебя капис там каждый этот заскание погибших каждый в одно время молимся ничего нету там нету бога там только сатана злобный я вот смотрите я вам хочу просто что рассказать за эти дни кратко было да вот с того момента как священника погружение вы выставили мы поехали к священнику батюшки это папа батюшка вот он мы приехали я начинаю рассказывать он берет так тем говорит да это не главное главное нн не принимать и паспорта не принимать и в общем начинает вообще вот в эту тему там вот это про апокалипсис про паспорта и нн века так далее я говорю для меня это тема уже закрыта я ее прошла мне нужно все поднимать ладно тут мы стёпом заявляет гор поехали другом батюшки там то что он знал что я к этому так давно меня звал к своему духовнику а духовник сильно посмотрите что-то будет а как трактор какой посмотрите заглушает микрофон точно вот так вот сейчас получше давайте вот и у них духовнику и семьи которые он достаточно сильный духовника его здесь в городе многие знают но не все признают конечно он обладает таким даром словом многим каким-то таким вещами сильный но вот я ему не очень как бы признаю и многим они признают и мы поехали потому что он говорит если не поймешь я тебя насильно к нему ну как бы не заставляй меня силком тащить ну я без проблем я не боюсь поехали приезжаем к нему он начинает там вопросы задавать в общем ничего о вас не знаю он такие выводы делает да он человек не духовный да главное быть духовным человеком откуда ты знаешь в общем он наверное себе секты и я говорю секта он семи старообрядцев вышел обратился сектор анут я же сказал в общем начал говорить а ты знаешь из чего душа состоит дух из чего состоит я гордушану как я при этом я то есть это мое сознание ум вот видишь ты ничего не знаешь ни про душу не про дух ты и он не на ничего не знает вообще ничего не знаете вы вообще таких вещах начинаете рассуждать в общем меня слышно я слышу и он начинает показывать папочку такое он составил по феофану затворнику он горд вот смотри духовный какой человек и я его признаю конечно феофан затворник он все составил это вся моя жизнь там практически он работал там 20 лет и там стрелками таблицами как борьба со страстями из чего дух душа состоит а как все это путь я на это смотрю мне это интересно но я говорю вы понимаете это высшая школа это вам уж как священнику нужно но я просто человек мне нужно как младенцу молоко мне нужно просто вот я скажу игнат тихонов мне это самое главное показал христа и показал святую библию акцентировал внимание на этом он он прям так что ты библия говорит ты понимаешь ветхий завет уже иисус христос за нас исполнил мы в новом завете живем нам ну смысл такой что ветхий завет нам не нужен в общем ты вообще куда пошла в дебри такое вот я говорю я пыталась ему про две лепты сказать про ну вообще человек не не пытаясь слушать просто так практически как у кого-то бесился что ли не знаешь так можно сказать не не хотел слушать ничего говорю но мы же самым в церкви у нас считаются почему не признаете ничего нет не ответил в общем вот у него не святая библия на первом месте а вот наверное феофан затворник на кого что в общем я вот так с священниками сколько теперь общаюсь я акцентирую смотрю внимание сколько он говорит о христе и сколько он уделяет внимание святому слову божию из меня вот это стали показатели теперь и мне такое ощущение что вообще действительно они сами кому-то библию не знают прячут ее и вот что угодно говорят но только не вот это вот мне тем и нравится священник Даниил Сусой что он тоже вот это все время акцентирован на святой библии и на канонах можно что-то там тоже нарушался но он вот эту любовь и алексиняев и вы вот в троем в этом похожи вот они вот святую библию мы любим многие священники упрячут у меня прям такие искушения начались что меня дьякон ловит а на службу мы в воскресенье пошли а там священник ну прям ему лет двадцать его поставили священнику я его уже видела но я в душе так для себя решил я не буду его осуждать это не мое дело я признаю благодатным но служит и служит мне без проблем также к нему благословения я просто знаю что идет нарушение меня дьякон ловит в конце службы он знает что я вас слушаю он вас тоже скептическая относится и он начинает мне два что что молодого священника хотя вообще он начал сам не слышно я слышу и он говорит ну и что я вообще его не звала ничего он подбежал священник да молодой там ну что это дух божий знаете все вот практически одно и то же как я сейчас скажу как примерно ну что что написали канона нельзя раньше тридцати лет но ведь дух божий позволяет раньше ставить ты же признаешь что дух божий сходит то есть как бы получается и дух божий на канонах действовал и дух божий его в священнику поставляет это все правильно но вы я думаю может быть уже вот эта грань действительно хула на духа святого пришла что на него все валит его обвиняют духа святого это ну как мне такое искал впечатление они оправдывают постоянно рекомендую или помню это враги враги вкрали церковь они не православная они против святой библии против канонов против всего что только можно они не знают кроме корысти и трусости вы разговариваете с ними очень мало не разговаривайте даже подойдите постойте скажите я пришла не за этим скажите вы можете преподать мне крещение или нет нет значит до свидания нет никто они нет все отказываются я и говорил что не будет они отвержены отвержены они их бог не допускает до таинства единственный на технике меня просто во всем этом вопрос ведь таинство уже не священник совершает а христос через руки священника правильно когда правильно делает бог не может вопреки делать не может это не его свойства через руки его бог делает тогда когда он делает правильно а если он делает неправильно, надлежит Василий Великий и говорит, в великой беде быть. В великой беде. Ну, допустим, священник, а ему вина нету, он выпил его. Тут было такое дело. А он воды красной налил, литургию совершать. Ну, будет или не будет, священника руки, ничего нету, богохульства. Он вино выпил, которое дали ему. До этого еще. Пришел с друзьями, распил. В алтаре женщина сидит на престоле. У нас тут было в Красноярске. Стали выбирать там больше ведра окурок, только из алтаря вытащили. Ну, еще. Какой там дух Божий? Дух сатаны там уже действует. Давно. Они все попрали. Бог там, где святость, где чистота. Бог грешников не слушает. Не надо на себя даже... Тогда не надо нам ничего. Каждый пусть плетет, что ему вздумается и кладет. Если он не крестит правильно, он должен быть извержен из сана. 50-е апостольское правило. Они все замяли. 70 лет правило не издавали. А без правил канона, книга правил, нету православия. Вот отсюда и порождение ереси всяких. И вот для меня стало как бы определяюще, как священник, сколько о Христе говорит, о Святой Библии и, как я вам говорила, отношение к клятве. Я просто вот задаю вопрос. А клятве? Господь же, ну хорошо, вы это обвергайте, Ветхий Завет, но в Новом Завете Господь сказал же, не клянитесь вовсе. То есть нельзя клясться. Тут же руками машут, там, не падают. Говорят, ну вообще, то есть такой, я даже не знаю, как это реагирует. Я просто спокойно смотрю, и я благодарю Господу, что Он мою душу и сердце в очень спокойном духе сохраняет. То есть я не нервничаю особо там. Он пишет, может иногда такое что-то пытается, отчаяния какое-то прорваться, но... Не надо, за вас молятся все. В разных городах молятся, мы дали знать. А чтобы Степана Бог вразумил. Ты понимаешь, ты не можешь быть с Господом, пока тебя Бог не испытает. Давид говорит, испытай меня, выйду чистый, как золото. Теперь запиши, что я скажу священнику. Евангелие от Иоанна, Иоанна 5.39. Скажи, вы Евангелие признаете или нет? Новый Завет. А Господь говорит, исследуйте Писание, ибо через него вы думаете иметь жизнь вечную, через Писание. Какое Писание, когда Евангелия не было? На что Христос ссылался? Только на Ветхий Завет. Ветхий и Новый Завет это два динария, которые дал самарянин добрый в гостиницу. Два динария дал. Два динария. Скажите, какие он дал два динария? И они не разница. Теперь 1 Тимофею 4.16. Это я то, что не признают Ветхий Завет. Исследуйте, Павел говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся постоянно. А еще Нового Завета не было. До Нового Завета еще, говорится, идти-дойти. Все святые отцы признавали и приглашали. Теперь Матфея 22.29. Матфея 22.29. Это слова Господа нашего Иисуса Христа из Святого Евангелия. Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. А какое Писание, когда Христос говорил? Евангелие после Христа. Первое Евангелие через пять лет только написано будет. А Господь отвечал людям, заблуждайтесь, не зная Писания. Писанием назван Ветхий Завет. Нового не было еще. Они богохульники. Ты спокойно, стой, не подавай даже виду никакого. Вот сейчас тут прослезилось, а больше не касайся. Никак. Будь мужественно, написано. Кто против нас, когда Бог за нас? Они ничего не могут с вами сделать? Ничего. А может быть, все без вас, и они начнут Бога искать. Натя Ильич, я вот стараюсь слезы беречь для молитвы только. Да. А так, конечно, а так вот именно с ними, когда общаешься, то есть у меня нет вот этого, не то, что нет, у меня вот именно спокойствие такое, и мне даже муж говорит, ты как камень, тебя даже не заплачиваешь, то есть вот так. Вот, а то они говорят, так, я переспрошу еще. Два дня назад вы меня просили на моем листике в Mail.ru, чтобы я открыл разговор ваш с отцом и выставил? Да. Это вы просили? Да. А то там заблокировано так. А на утро-то на начало, но там что-то мужа там где-то поносится, по-христианству, он бредит. Где он там увидел? Там мы о нем вообще не разговаривали. У нас... Мы вот... Я разрешение дала. Мы ездили к одному священнику, потом к другому. Он еще не знал. Исчез. Подожди. Звук исчез. Звук исчез. Вот так. Опять. Говорите. Не слышно. Нету звука. Звука нету. Ни одного слова. Так, ну давайте перезвоним сейчас. Так, подожди маленько. Тогда перезвоним минут через семь. Я сейчас перезагрузку сделаю. Хорошо. Давайте. Отходите. Так. Ага. Слушай внимательно. Что-то опять гудит там. Слышно? Слышно-то слышно, но... Так. Ты Елену Александровну знаешь? Да. Она сейчас мне позвонила. Я ее сейчас сказал. Потом позвони через полчаса. Елена Александровна. Она позвонила мне сейчас по телефону. По стационару. Моя бабушка? Да, конечно. Да, подожди. Я скажу, она немножко успела сказать только. Но я говорю, через полчаса позвоните. Ко мне люди пришли. Дело в том, что она начала... Мы разные люди. Там Юля упрямая. Она такая. Она к вам очень сильно относится. Она девушка-то хорошая. И дальше она не успела ничего сказать. Я понимаю. Так. Это потом уже узнаешь. Сейчас мне, пока вы отходили, в это время мне скинули материал. Материал. То есть запишите еще Галатом. Галатом. Да. 5.15. Ага. Потом добавьте. То, что дали, это самое главное, что я хотел передать. Я на вас нигде не буду выходить. Они перехватывают все. Зачем это нужно? Так. Теперь. Сейчас у меня выставлен материал в интернете. Вот. Последний он называется Александр Васильев. Запиши. Александр Васильев. Нововоронеж. Только что поставил я его. Так. Внизу. Внизу. Комментарии я выставил два. Один о Бродобритии. Второе о Крещении. Вот о Крещении, который материал. Пожалуйста, открой его. Это не две строчки. А там 1200 с лишним строчек. Ну, на бумаге это будет где-то страниц 15-20. Обязательно это снимите себе. Шейте его как следует. И тогда к священникам пойдете. Там все правила. Там святые отцы. Там каноны. Все о Крещении. И вы им потихоньку... Они из рук у вас будут вырывать. Вы сделаете экземпляра два. Это их обречает. К стенке пригваждают. Они как огня будут бояться. Вас. Чтобы вы кому еще не сказали. Слышите меня, нет? Да. Но это для них вообще-то как... Нет, нет. Вы это сделаете обязательно. Где-то там найдите у кого-то. Это последний ролик, который я выставил. И внизу комментарий о Крещении. Что говорит митрополит, заместитель первой рука патриарха Кирилла? Что говорит патриарх Алексей? Что говорит митрополит Филарет? Экзарх Белоруссии. И что говорят все святые отцы об этом? Они должны показать свое настоящее лицо. Должны. Вы по пунктам спрашиваете. Скажите, вот Кирилл Русалимский говорит, человек скрывается в воде. Почему по-другому? Теперь митрополит Алпеев Кирилл, он говорит, что... Иларион, что у нас по-другому книг нету, чтобы не в погружение. Все это нарушение. Все книги наши говорят только о погружении. Вы увидите, где он говорил, там ссылка дается, все. Им нужно открывать глаза. Или прямо они должны показать, кто они есть. Что это враги втерлись в православную церковь. Они уже все показали. Я уже просто вижу, что это нереально, чтобы... Я не вижу, даже у меня надежды нет. Все равно, послушай меня, у кого-то там попроситься снять, это немного. Ну, если есть там принтер, по принтеру снять. И они должны иметь у себя это. И один экземпляр сделает. Это недорого стоит, там, десятка какая-то. Ну, всего листиков 20. Подарите им даже, подарите. И тогда ссылайся, я дала вам, что говорит Святая Библия, что говорят Святые Отцы, что говорят Святые Каноны, что говорят Святые Жития. Вы все попрали. А у православных больше ничего нету. Вы еретики стопроцентно. Я не могу вас слушать. Потому что оба слепец, кто ведет и кого ведет, упадут в яму. Не могу я доверить единственную душу вам. У них ничего нету. Я привожу 136 было. Сейчас еще больше. 140 свидетельств. 140. У них ни одного нету. Ну, что тут говорить-то? Ну, вот один декан у нас вхож в дом. Я ему как бы встретила, говорю, вы всегда желаем на Гуль заходите. А потом, когда начал это все говорить, у меня уже чувство такое, что я просто не знаю, что он уже говорит с ним. Он меня не слышит. Я его не хочу слушать. У меня еще вопрос. Олег, ты Михайлович с вами ходил к крещению? Он говорит, пойду. По этому вопросу? Ну, по крещению. Ну, и как он убедился, хочешь, маленько, что они беззаконники? Или они его, что? Не совсем. Ну, не совсем. Ну, скажи, ты папе напиши вот это. Перепеща-то и дай. Скажи, папа, посмотри. У нас нет другой веры, кроме той, которую нам оставил Христос. Как сказали святые отцы. Ни один святой отец не учил, чтобы не погружали. Нет этого? Это еретики, католики. У меня только один вопрос к этому, ко всему. У меня здесь, видно, все пути к этому закрыты, к погружению. К вам ехать мне тоже не получается. Ну, естественно, меня не пустит никто. Я не свободный человек в этом плане. Я замужем и так далее. И материально я тоже не пока не свободна. То есть, а вдруг окажется так, что... Ну, я сейчас вроде нет, но если беременна, окажешься, мне муж скажет, причащайся. Ты обязан. Он не имеет права. Никто не имеет права заставлять причащаться. Это безумие. Есть каноны, отлучающие от причастия. Есть на самоотлучение человека. Как? Он чувствует за собой, что знает, когда приготовится. Павел говорит, исследуйте самих себя. И тогда приступайте к чаши. Я скажу, исследовал себя и вижу, что я недостойный. И все. Вас никто не имеет права заставить. И не причащайся, пока не примешь крещение. Не иди у них на поводу. Это враги. То, что ты... Они тебя заставляют, они дают тебе крещение, они безумствуют. Вот в одном уступили, закрыли один ролик. Он мне написал, чтобы все ролики с вашим участием убрать. Безумие полное. Он же понимает, что это... Просто он не понимает, чего надо ему. Но на этом они не останавливаются. Дал, если ему палец, он откусывает по самый локоть сразу. Да кому подчинять это? Они безумие творят. Попирает всех святых отцов, все каноны. А это означает, никакого православия нет. Это полторы тысячи епископов за канонами. Полторы тысячи. А не какой-то поп, который рукоположен раньше времени. Он должен быть извержен. Вот мне сейчас и говорят, они из разных сторон люди это знают, наши ролики смотрят. Вы что делаете-то? Сегодня вы делаете то, что никто не делает. Они на вас покушаться будут. Вы вскрыли-то самые гноняки их. А я говорю, я верю, что православие может быть другим. Может. И через кого-то Бог начинает этот труд. Там он начинает через вас. Была девора такая, пророчество у Израиля. И военачальники боялись, как ворак, идти на фронт. Вот если она не пойдет, говорит, тогда победа не вам будет. Не надо кому эта победа, лишь бы была победа. Вы это делайте. И ни грамма не уступай нигде им. Нигде. Нельзя уступать здесь. Это предательство. Не проси мира у них. Как? Не просить или просить? Не проси мира у них. Какой мир-то? Нет мира нечестивого. Я вам дал там, просчитайте и запомните. Но они выбрасывают илой грязь. Другого у них нету. Нет мира нечестивого. А можно вопрос? Господь сказал, что прежде чем, ну как придешь жертву приносить, иди примирись с братом, который против тебя что-то имеет. Ну да, имеет. А он против вас-то ничего не имеет-то. Он против канонов имеет-то. Вы не смущайтесь умом. Они против вас ничего не имеют. Она начала говорить сейчас и говорит, она хорошая девушка. А этот, видишь, кто там, я не знаю, кто там писал, ну видимо, как Степан, похоже на него. Вы ее там, она вам вроде смотрит, девочка такая, вы обольстили ее, да хотел бы я вас за бороду сейчас быть, да. Я смотрю, ну вообще, охамели безусловно. Но он мне сказал. Да это он написал мне вчера. У меня же все сохраняется, я копирую. Он даже если сотрет, ничего это не получится. Он не понимает, что он хулиганит. Он уже под суд идет. По гражданским законам он судим будет. Он не понимает еще, с кем схватился. До таких Степанов на моем пути было пруд пруди, и ни одного нету. Если мы начали молиться, мы призываем помощь Божию, и чтобы их вразумил. Что он думает? Да ему скажи, ты маленько одумайся, если жить хочешь. Нормально. А они к вам никаких претензий не могут иметь. Заставлять не могут. Таких канонов нету. Он на тебя имеет. Он не на вас имеет, еще раз говорю. Он имеет претензии к канонам. К святым отцам. К святой Библии. Все, что поправили. А к вам что? Они все говорят, вы хорошие. Ну, бывает упрямое. Все мы не без греха. У меня даже было, диака нашего взять, у меня были сомнения. Он вообще как бы вот такие, он так его любила. И он такие вещи, он любовь, вот это все. На любви акцентирует. Порфирий Капсакалевит у него, вот это все. А потом, ну так вот, может это нельзя говорить, но скажу так по секрету. Он сказал, что пошли они к одному старцу, прежде чем диаконом быть. Он его не благословил быть диаконом. А, как бы, а владыка благословил. А сколько лет ему было? Не, он уже нормальный возраст. Диакон 25 лет должен быть, не раньше. Ну, там он не благословил по определенным, то есть по каноническим. Именно по каноническим, говорит, ты не имеешь права быть диаконом. А владыка благословил. То есть он принял владыку, как бы, больше. Ну, у меня вопрос, а зачем тогда к старцу сходили, если все равно слушаться? Нет, никто не может, никто не может разрешить против канона. Никто. Только Вселенский собор, а его не было. Какие же они православные? Вот теперь обнаружилось через вас, они никто. Совершенно никто. Что заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Они заблуждаются, не зная Писания. Писание, это речь идет о Ветхом Завете. А теперь и Новый. А вот еще, вот это, а другой священник, это все разбирает душа, чувства, борьба, через чего выходит. Вот это настолько сложно. Я не, нет, как бы, ну, Феофан Затурник, хорошо. Но это не мой, как бы, уровень, наверное. То есть мне нужно что-то более доступное, не знаю. В общем-то, они вас пытаются запутать. Это вам не нужно. Этого в Писании нигде нет. Бог вдунул душу, все, Адам живой пошел. А вот душу загаживать лукавыми подозрениями, нарушениями Святой Библии, вот и думай как. Душа даст отсчет, после смерти пойдет. А кого, откуда, какие отверстия, это они все придумывают. Придумывают ничего, Писание об этом говорит. Что такое душа, никто не знает. Ни один святой отец не говорил. Когда она возникает? В момент зачатия или на сороковой день? Даже этого не знают. Это они плутуют все. Плутовцом занимаются. Господь нигде не заповедовал нам исследовать. А написано, говорит, исследуйте себя. Верили вы, верили вы. Ищите, говорит, что прежде всего, Царствие Божие, правда его. Царствие Божие, а не расследовать душу. Душу никто не видит. И исследовать мы ее можем только как, по чувствованиям, какие в нас душа заскорбела, печаль. Душа заскорбела. Возрадовалась душа моя в Боге. Вот это должны мы знать. Душа и дух – это одно и то же. Я вот только Господу сейчас молю, что Господи, ты… Вот это я понимаю, что умом Бога не понять, не понять, как бы… Ты можешь читать Библию, ты можешь исследовать все. Но именно истину, вот понять волю может Божию, как-то умом невозможно. Только душа, вот если Господь положит на сердце, что, духом, то и примет. Я поэтому прошу, Господь, ты меня на сердце, на душу положи, где… Кто прав, кто пред тобой праведен более, кого ты возлюбил более, кто перед тобой свят из этих людей, с теми меня соедини, Господи. Ну, так, чтобы мне не обмануться. То есть вот так. Вот сейчас вы о крещении, когда будете, в этот вопрос задавайте каждому месту, которое там указано. Читайте канон. И ты с кем? С теми, которые канон создали? Святые отцы? Или отдельно где-то? И сама себя увидишь где-то. Даша сказала, Иоанн Златоуст. И ты сразу решай, ты с ним или не с ним. И ты увидишь, что их там нигде нету. Они ничего не знают. Это сатана их мучает. И дальше считаешь, что говорят жития святых, и ты опять думаешь, с ними ты или не с ними. И речь тебе только о крещении. И когда душа твоя скажет тебе, что все у тебя в порядке, тогда причастись. Мы же говорили с отцом. Если они крестят, причащайся хоть в этот день. А заставить они не могут. Это безумие полное. Ну, а как с крещением? Когда, если они как-то получают? Знаешь, когда пришел Абрам. Подожди. Что-то там будет? Посмотри. Прямо будет. Так, сейчас. Ну, как получше будет-то. Когда Абрам пошел приносить жертву, то Господь сказал, отдай сына твоего. А сын-то идет, Исаак и спрашивает. Отец, а где жертва? А он что ответил? Сдерживая слезы в себе, он понимал, что в жертву идет сын. И говорит, Бог усмотрит. И Бог усмотрел. Когда пришли, там овен запутался рогами, и его пришлось принести. Бог усмотрит. Ты немало не беспокойся об этом. Ты будь только верен. А Бог усмотрит. 47 лет не причащалась Мария Египетская. Бог усмотрел. Именно в том направлении пресвитер Зосима пошел, и потом принес причастие. Все. И мне все как один практически говорят, как ты можешь без причастия. Все говорят, ты должна исповедовать причастия. Я исповедуюсь, Игнатий Иванович. Да. Но причащаться я боюсь. Не причащайся, пока не дадут крещения. Иначе ты сломалась, и у тебя будет хуже первого. Никак. Вот я прошу очень даже, посмотри, у кого есть хороший компьютер, голову подними повыше маленькое. И то, что на последнем ролике, вот я сказал там, и Ново-Воронеже, вот Васильев Александр, и внесу комментарии, все, чтобы открой только, и сразу там написано сколько. И желательно снять, им подарить. Да, с Богом, я сейчас скажу. Не такая цена большая-то. Возьми красным карандашом и подчеркни отдельные места там, и тогда подай обработанное. И вот скажи, если вы это не признаете, вы все на другой стороне от этих святых отцов. Вы на другой стороне от апостолов. На другой стороне от жития святых. На другой стороне от канонов. Ну кто вы тогда? Вы просто идите в атаку на них. Они вас бьют, потому что вы молчите. Вы конкретно представляете. Скажи, тогда что, Кирилл Иерусалимский ошибался? Филипп ошибался, когда оба сошли в воду с Евнухом. Каноны, которые дали нам, это ошибочные тогда выходят. Иларион Алфеев, митрополит. Это правая рука патриарха Кирилла. Он неправильно говорит? Патриарх Алексей Второй сказал, там мои материалы есть. Это все неправильно. Кто вы? Вы себе хотя имя-то дайте. Кто вы? И какое вы имеете право надо мной издеваться? Вы же нарушаете все, все каноны, все правила и даже государственные законы. Знаете, что, Игнат Тихонович, вы вот, можно сказать, мы нашел, когда разговор, прям самый первый начали, который даже не записывался. Вы мне сказать такую фразу, говорит, я сейчас ее понимаю, какую это, может, пророческому что-то такое. Говорит, ты должна возненавидеть. Возненавидеть. Ну, понятно, да, что? Кого? Вот. Но не в том плане, что, конечно, возненавидеть, там, я им желаю всего плохого, а возненавидеть в плане, что не ставить их выше Бога, воли Божьей. Я вот так понимаю, конечно. На татарах написано Евангелие от Луки. И кто не возненавидит отца, мать, братьев, там, сестер, не достоин меня. Это не мои слова. Это что означает? Те, которые препятствуют. Они вас не допускают до входа в церковь. Они не допускают. Встали перед вами. Ну, а с вами-то идут вместе апостолы, пророки. Они их просто сметут. И через вас они поймут тогда. У нас было такое. Человек противился, а потом пришел и начал каяться, священник-то. И все у него по-другому пошло. Так, не слышно, подожди. Голос исчез. Ну-ка. Слышно, слышно? Сейчас слышно немножко. Давай. Мне муж говорит, если бы мне про проугружение, например, говорили моя мама, то есть его теща, бабушка, я бы не препятствовала. Пусть, но если говоришь, это мне ты, а тебе я не верю, как бы ты ненадежный человек, то я, ну, то есть не дам тебе. Просто он препятствует. Спеши, что есть, и скажи. Это говорит, и покажи, кто говорит, подчеркни. Это говорит Ефрем Сирин. Это говорит Филакт Болгарский. Вот это говорит Иоанн Златоус. Вот это Василий Велик. И подчеркни всех святых отцов. Я их там выставил-то десятки. Что они говорят о крещении? Да при чем, скажи, неужели бабов больше? Баби и басти собирать будем? Что-то гудит? Подожди. Слышно? Ну, не знаю, у меня тут все тихо вообще. Ну, ладно. Ну, даст Бог, у нас сейчас у Яллпапа, у него хороший интернет и принтер есть. Так, значит, и еще один момент. То есть мне просто идет угроза, что я заберу сына. Ну, ты не бойся этого, не бойся. Это тебе Бог может истинный путь указывать. Я первый сказал, что желает развода, пусть получает его. Не надо держаться за это. Дальше он будет из себя не веревки вить. Он из себя сделает подтиралку. Ты скажи, я верно Господу. Я выставлял там про Анастасию за решительницу. Получала материал? Я еще не открывала, я даже боюсь эту почту открывать. Там говорится о том, что она была когда замужем, а он над ней муж издевался. И запечатал все ее средства, она богатая была. А у нее Хрисагон был учитель в тюрьме. Она пошла к нему, он говорит, ничего, придет время, на наши улицы праздник будет. Его отправили в командировку, он утонул. И теперь она начала щедро везде раздавать и прочее. Бог усмотрит, говорит, дочь моя. Так и получилось. Я это выставил, специально скопировал просто, какого числа. Я вам скажу, муж мой, он только за то, чтобы брак сохранить. Никаких тоже даже нет вопросов. Все, стой на своем. Не на своем, а на том, что Бог указывает. Иначе лучше бы не познать, нежели познавшим возвратиться назад от преданной заповеди, как пес на блевотину. Они исказили все. И откуда ты знаешь, говорит, не через тебя ли начнется победа. И еще, Игнать Игоревич, меня пугает, вот один батюшник говорит, если ты сейчас не оставишь это все, тебе нужно, говорит, оставить все. То есть не читай никакой недуховной литературы. Просто, ну, читай там что-то такое более бытовое. Заметь, будет там вообще расслабь голову на несколько месяцев, может, это. Если нет, то ты просто окажешься в психушке в нашем доме. Ну ладно, да, не говорят, скажи. Мы все туда пойдем, скажи. Можешь не отвечать, но только бери с собой Библию. Везде, куда не пойдешь, сделай закладки. Прямо, конкретно. А если есть кто-то родной и близкий, скажи, запишите, что мы будем говорить. Сфотографировать, записать и все. Они как огня боятся вот этой записи. Они не могут даже помышлять, что это суд Божий будет за это. Они не верующие. И ты с ними так и разговаривай. Игнать Ильич, вы вот эту беседу пока, конечно, не выставляете. Нет, нет, это я вам в архив положу. В архив положите, придет время, если... Без вашего разрешения, что с вами записано, нет, то разрешили, я выставил с каждым с отцом. А там у нас вообще все хорошее. С отцом-то были. Вообще никакого отношения... Я вам не дорассказала. Я уже легла спать, уже тут дверь вырывается. Говорит, это что такое? Там сейчас или убьет, или еще что-нибудь. Я его выставлю через неделю. Выставлю через неделю. Этот разговор с отцом был, и все. Это наш разговор. Кто имеет право вмешиваться? Ничего там нет. Мы разговариваем о душеспасительных вопросах. И не надо просто. Они понимают, согнулась в одном месте, они дальше тебя гнут уже. Они из тебя неизвестно кого хотят сделать. Скажи, я не виновна ни в чем перед вами. Поэтому я переношу это страдание, как мой Господь. И подражаясь Христу. Ну, вы... Я там не знаю, выставить нет, он мне там будет опять запрещать это все. Он не перестанет никогда, потому что... Никогда не успокоится. Я вам написал Исаия, прочитай потом. Это взволнованное море, которое пенится с ромотами своими, выбрасывая ил и грязь. У них кроме сромоты ничего нет. И все. Никогда на это не смотри. Ты перед Господом будь. Скажи, я для тебя, Господи, восстала и буду стоять. Как сложно-то вообще просто. Но подожди. Ну, когда ты должна быть с Господом в полноте. Ты посчитаешь житя святых, как над женами издевались, как предавали их, как это было с Феклой. Вы просто жития не знаете до конца. И все они выставили. Мария Галиндуха что вытерпела? Екатерина. Их сколько таких было. А у которых были мужья, которые предавали их. А возьмите Диаскору, отец Варвару Великомученицу как мучил. Отец родной. Он гнался за ней, когда гора ее скрыла. А потом мучил ее, терзал до костей. И еще мы ей молимся. Но я же не могу уйти от него, понимаете? Не надо. Не надо. Не уходи. Как была, так и будь. А что он будет наносить вам раны, перетерпи ради Господа. А ему больше внимания и любви окажешь. Он думает это. То, что ты дома засиделась, тебе всякая ерунда в голову лезь, пойдешь работать. Ну, я пока в декретном. Я говорю, я не боюсь работать. Просто мне мужчина будет тяжелее, потому что он дома сидел, там, три года почти. Ну, хорошо, ну, пойди на работу, скажи, ищи работу. Сказал, иди. Слушай, что он везде, где, говорит, относительно тела. На работу, на работу. Вставай, говорит, раньше. Я тебя Зоренькой назову. Только пораньше вставай, песня поется. Ты больше ему внимания. Еще он любит поесть ему. Мужчина, говорит, через желудок подходит. Мужчины, они глупые. Если только с любовью, да прочее будешь, глядишь, он может и смириться. Он другого-то не видал. А вот тебе бабушка сказала или кто-то, он бы поверил. У него веры-то нет никакой. У них видно вот это еще то, что священник, у них духовник вот такой. Ну, и какой такой. И он такой же в одной. Что значит священник? Когда написано, вот, житие святого Дионисия Александрийского. Запиши. Дионисия Александрийского и Киприана Карфагенского. Запиши хотя бы двух. Там написано так. Народ был настолько тупой, тупой, необразованный, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Вообще, это было все. Дионисий какой? Дионисий Александрийский. Ага. И еще какой? Киприан Карфагенский. Ага, что написано? Это мученики. И в их житии написано, народ был такой необразованный, что еретиков считали православными, а православных еретиками. И они... Иероним Стридонский еще запишите. На Иеронима Стридонского, главного защитника православия, нападали. И допрашивали его там, епископы. Я, говорит, даю объяснение, они не верят. Они придумают обвинение, возлагают на меня. Теперь ни одного его гонителя нету, а он один из самых почитаемых святых. Как у нас Иоанн Златоусток, восточная церковь, это 4-й век, 5-й век, в 420-м году он умер. Иероним Стридонский. Я на него ссылаюсь к истинному православию в книге. Ага, я даю. Что такого, может быть, материала больше нет. К истинному православию я читала, вот он у меня все отобрал. Он увидел, что я читаю, вырвал и говорит, я сожгу, короче. Моя, может быть, ошибка была в том, что я вот эти визиточки когда печатала, я ему не сказала. А он и не должен знать, а ты делаешь доброе, не обязательно докладывать ему. Ты божественное делаешь. Пусть левая рука не знает, что правое делает. Ты на свои деньги только это делаешь, на свои деньги. Ты можешь купить новую Библию. А в интернете, на нашем сайте, книга к истинному православию в раскрытом виде. Так что берите. Ну, если честно, у меня вторая часть ее осталась, ты книги. Все Господь устроит, так, как ты даже не догадываешься. Вчера мне звонят с разных сторон и говорят, за Юлю сейчас все тут молятся. Слава Богу. С разных концов страны. Вот и все. А он обратится еще и, может быть, будет проповедником. Но видно, что грамотежки духовной-то совсем нет. Да, да мне тоже очень много чего надо работать. Особенно над сном своим. Потому что это... Чего-то пытаюсь рано вставать. Ну, вообще не получается. Особенно, когда начинаются все нападки. Я прям как в спячку хожу и все. Хорошо. А на работу на какую вам идти надо? Что за работа? Ну, я вообще зубной техник по образованию. Я работала три года. Ну, так иди. Ты отдыхать будешь там на работе-то. У тебя встреча с людьми будет, и все. Он тебе посылает, а на дело Божье. Что тебе дома квасится-то? И правильно говорит, иди работай. Я больше, знаете, склоняюсь. У меня есть несколько вариантов. Я сейчас не очень хочу там... Потому что надо вспоминать там всякие вещи. Но это можно вспомнить. Сейчас это далеко от дома получится работа. Я думаю, можно пойти либо на газовод делать к маме, либо пойти, знаете, по лекарственным растениям. То есть там женщина, она, кстати, ездит на Алтай, травки собирает вот это вот, лечит травами. Да. Я как-то один раз, я помню, сказала, я бы так хотела с вами работать, научиться вот это, понимать, какая трава, от чего. Она говорит, да, да, с радостью. И прошло время. Сейчас я вспомнила, может, она меня возьмет в себе. Работу выбираешь ты сама. Относительно спасения будет непреклонная. Нигде ни в чем не уступай. Это, знаешь, молчанием предается Бог. Молчанием предается Бог. Григорий Богослов. Молчанием. Ты творчество молчала, и ты предала Бога уже. А тем более отступать. Скажи, написано так, вы везде сделали отступление. А я не могу на это пойти, у меня одна душа. Я должна спастись. На меньшее я не согласна. И все. Инатель Игоревич, вы бабушке не говорите, что я с вами разговаривала. Она передаст Степе, Степе опять на истерику. Ну зачем, с ней не говорю, я вам говорю это дело. Еще мне вот в чем-то не это. Я в деканном разговариваю, мы в храме когда-нибудь. Я что-нибудь пытаюсь сказать. Он говорит, это не ты, это через нее. А у меня мама там стояла рядом. Он говорит, это не она, это бесы через нее говорят. Бесы. Бесы. Это язычники все так говорили на христиана, а сами с бесами жили. Они всегда говорили. И это еще приводит тогда такое себе воправдание, что какой-то монах в монастыре стал одержимым, он стал Ветхий Завет наизусть знать, что такое. А когда его читали, он все забыл. Говорит, вот вы, Игнатий так же, он через бесы говорит, все писание с нами. Они богохульники, они могут Духа Святого похулить. Вот у нас епископ был 13 лет. Мы встречались с ним, говорится, и пили, и ели, и гуляли, и все. И в Тихий. Это домодедовский патриарх Кирилла. И в Тихий. И он говорит, последний раз, когда тут с епископами встречались, он говорит, вам, Игнатия, никогда не завинить, что они православные. Он сугубо православный. Сугубо, то есть вдвойне усиленно. И они, что говорят-то, у них вообще ничего нету. А потом мне начинают про погружение в какой-то материал. Вот смотри, я нашла мне бабушку. Иисус Христос крестился по шею. По шею? Вот это да. А откуда-то они взяли-то. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа, какая-то книга такая, кем-то. А почему по шею-то? Ну, какие я говорю, мне не надо, мне не надо давать читать. Я уже утвердилась в этом, что мне дано, и не надо меня соблазнять и читать. Это ничего не читай. Считай только то, что в Библии написано у святых отцов. И вот это вот под последним роликом, запомни. Там все есть. Легко, в любом месте можешь снять и откопировать. И еще один момент такой, который тоже никак не могу понять. Вот мне обвиняют, говорят, ты христианка, ты не должна ближних своих расстраивать, раздражать. Ты соблазна, ты их расстраиваешь, то есть у тебя нет любви, иначе ты уже грешишь. Я говорю, ну извините меня, а вы меня, может, чем-то другом расстраиваете. И вообще я же, ну грубо говоря, это ваши нерешенные вопросы, да, что вы там обижаетесь. Причем я здесь. Ну что вы там так себя ведете? Расстраиваете. Написано, кто не возненавидит, не достоин меня. Не только расстраиваете, а не возненавидит. Не возненавидит. То есть Бог посылает тебя и говорит, любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96, 10 стих. Псалом 96, 10. Ты кое-что запоминай наизусть. Так, еще раз. Псалом какой? 96, 10 стих. Любящие Господа, ненавидьте зло. Вы меня к злу тянете. Вы против святых канонов идете. Я должна отвращаться вас всячески. А мне сегодня псалом был, кстати. Вот которые места Писания засчитали вначале, внимательно прочитай. И постарайся заучить. Только память разобьешь в этом. Ты неуязвимой для них будешь. А ваше сказание будет говорить детям потом. Скажет, да колеса Бог дал. Получается, что что-нибудь из Писания скажешь, особенно из Нагорной проповеди, тут же там вообще как бы люди как бы наплевать. Им не важно, что Христос сказал. Им не важно, что Феофан Затворник сказал. Я говорю, ну Христос же сказал. Вообще, они даже не могут ничего толком сказать. Вы скажите, где сказал он Феофан Затворник? Когда? В какой книге? Покажите страницу. Я-то указываю все. Какой святой? В кавычки взятая. А вы, речь Феофана Затворника, в кавычки не можете взять. Вы передаете вот эти вот «собирай басни» там по шею, там все. Наберешь целый альбом. Потом можно будет показать, какая вера православная. И мне вообще этот диакон говорит, вот, он говорит, тогда, он говорит, да, я вот эту на вашу книгу сказал, ну, не хотела, он говорит, ну, не очень хорошее слово сказал, почитай. Я тогда сказала, я говорю, я вам не дам, вы так уже относитесь. Потом опять, вот, последнее воскресенье, я говорю, да, я еще почитаю. Я по святым отцам разберу, поставлю, где правильно, где неправильно. А вот, я говорю, ну, если вы так хотите, говорю, то есть это в интернете, иди, скачайте, пожалуйста. Нет, я хочу, чтобы ты мне дала. Но я не дала, тогда у меня вечером, по-моему, в этот день, или на следующий счет, подбирать эту книгу все равно. Вот. Ой-ой-ой. Да какая же вера-то в них-то? Они ведут себя как безбожники отпетые. А наоборот бы, ты не так понимаешь. Они бы тебе сказали, а на основании каких предложений Слопа Игнатий-то вас обольстил? Ну-ка, покажите. Посмотрели, Златоуз говорит так, ага, ну-ка, ребята, давайте посмотрим. Тогда где мы окажемся-то? Ты открой и скажи, 136 свидетелей я привел к вам, а у вас ни одного нету. Кому Златоуз говорит, судья присудит победу? Ни одного нету на их стороне, никого вообще нету. Мне никогда не думали, что так может быть. Я выходила замуж именно сознательно за верующего человека. Я понимала, что нужен завершщик, то есть нельзя выходить за, ну так, ни бе, ни ме. Вышел он, смотрю в алтарь, там ходят все. Это уже мне потом, я пришел понять, что нельзя-то в алтарь ходить. А обворачиваться все еще хуже, чем может быть даже если человек был, может быть, каким-то не таким верующим. Он сказал это, он, видимо, прочитал. Я говорю, я-то думаю, что вы там есть. Таким безжалостным, таким бесчувственным его сделала вот этот православий алтарь. Он таким не был. И я знаю, лживая, ложная вера, основанная не духом святым, она делает человека жестокосердным. У него сердце как жорнов мельничный. Ой, сложно. Никакой сложности нет. Вам дано не только веровать, но и страдать. Запомни это. Если вера ваша не испытана страданиями, она не угодна Богу. Вот как святые говорят. Он тебя испытывает. Другие святые просили, испытай меня, Господи. Выйду из огня, как золото чистое. Испытай. Они сами просили. Так, снова звонит. Отходи, да, совсем? Все, все. Иди позвонит. Еще перезвонишь. Все, переходи. Отстой, уходи. Так.